Я никогда не планировал играть акустические концерты и множество раз за 25-летнюю карьеру группы, ну тогда еще, наверное, за 20-летнюю карьеру, нам приходили предложения играть как квартирники или концерты потише. Я даже никогда не представлял себе, что я смогу это делать, потому что мне всегда казалось, что смысл моей группы в грохоте, в такой панк-рок энергетике, в дисторшн-гитарах, быстрых темпах и так далее. В какой-то момент московский клуб «Chine Town Cafe» мне сделали предложение сыграть такой концерт у них и облечь это в форму творческого вечера. Вернее, они сделали предложение сделать у них творческий вечер. А я не знал, чем я могу развлекать людей на творческом вечере. Я не стендап-комик, я не карточный фокусник, как будто. И анекдотов я знаю не очень много. Поэтому и придуман был этот формат, акустический концерт. И оказалось, что на самом деле это достаточно тяжелый творческий вызов. Приходится думать о том, как и что ты делаешь, как ты поешь, как ты интонируешь, как ты произносишь слова, а вообще, что ты делаешь на сцене. В этом смысле меня это очень заинтриговало, и я стал эти концерты практиковать. Мне так понравилась идея «Металлики», когда они на своем 30-летии играли неделю в клубе в Сан-Франциско, неделю, каждый день, 7 дней подряд. «Металлика» — огромная стадионная группа, они взяли клуб и фигачили каждый день с разными гостями, разный сет-лист. Я прямо загорелся повторить эту практику в Москве. У нас даже была идея взять клуб меньше, чем «Йоди Спейс», и, допустим, фигачить тоже неделю или 10 дней подряд. Это прикольно, как бы, да? Это прикольно, это впечатляет, это людей интригует, это сразу же притягивает дополнительное внимание. Мы посчитали, что 25 лет — это достаточно круглая дата для того, чтобы рискнуть и попробовать собрать от 6 до 8 тысяч человек в сумме на 4 концерта подряд. Мы действительно гарантируем каждому, купившему билет, то, что это будут разные сет-листы, которые процентов на 25-30, конечно, будут повторяться, потому что все-таки мы не можем оставить ни одного из посетителей, ни одного из дней этого празднования без суперхитов наших каких-то массово известных песен, поэтому они, естественно, будут сыграны все 4 дня. В остальном сет-листы будут отличаться, отличаться разительно, точно так же будет отличаться набор спецгостей, которые у нас будут все 4 дня, будут приезжать нас поздравлять, музыканты из известных групп, из разных городов и даже стран. И так же каждый день у нас будет своя группа саппорта, то есть это будут известные группы, интересные, такие, как, например, кирпичи, 7 штук баксов, порнофильмы. Вот, они будут выступать в качестве разогрева. Страх, и все здесь против меня, Их типа года дома, Это у кошки 9 жизней у меня одна. Мы последний год находимся в очень, так сказать, интенсивном процессе сочинения новых песен и доведения их до ума на репетиционной базе. Песен этих у нас уже около 16 или 17, в общем, достаточно много, больше, чем требуется на долгоиграющую пластинку «Тараканов». Занимаемся мы ими уже около года, как я сказал, и даже не вытерпели, выпустили сингл, что я могу изменить. Песня, которая планировалась на альбом, но вот в сентябре месяце она вышла синглом. Мы наделали песен в очень разных жанрах, в очень разных стихах, в разном звучании, и пугает нас это в том смысле, что мы боимся, как бы пластинка не потеряла общего, идентичное звучание. Все-таки мы любим, когда у нас альбомы звучат, имеют, ну, общую окраску саунда какую-то, да? Вот, а там у нас чего только нет. Диско и фанк, регги, и баллада в стиле, Red Hot Chili Peppers, и чего там только нет. Ну и, конечно, наших стандартных фишек тоже там дофига и больше. Сейчас мы каждый день практически находимся на репетиционной базе, мы подключили нашего старого коллегу, и, кстати говоря, моего партнера по акустическим концертам. Это когда-то гитарист групп Таракана Дмитрий Кижеватов. За то время, что он в группу у нас не играет, это уже около 10 лет прошло, он поднаторел в студии и работе. Мы работаем по прежней схеме, что и предыдущий наш долгиграющий альбом Maxim Happy, то есть записываем в Москве на репетиционной базе демонстрационные версии песен, которые мы делаем как раз-таки в сотрудничестве с Дмитрием Кижеватовым, и посылаем эти демки в виде MP3 в Германию, в Дюссельдорфе Микаэле Черницке. Это наш продюсер, который будет, скорее всего, нас записывать там, потому что альбом этот новый мы также планируем записывать в Дюссельдорфе на его студию Rock or Die Records. На полку равенства и братства, на свалку, когда идет такая драка, не жалко. Им мало власти, мало денег и территории, им нужен драк, они не могут теперь без крови. Их нужно остановить, их нужно остановить, не дать пройти до конца. Что я могу изменить, что я могу изменить, что дальше били сердца. Что касается сериала, мы были очень сильно вдохновлены, и до сих пор нам очень нравится. Сериал, который сняли NoFX 5 или 7 лет назад, я уже сейчас тоже даже не помню, на вскидку, помимо стандартных для этой группы стран, континентов, городов и регионов, они решили организовать концерты в абсолютно небывалых, нетипичных для американской пангруппы, экзотических странах. И они взяли с собой съемочную группу, сами обвешивались вот этими GoPro-камерами, или там, я не знаю, там чем, и они сняли просто прикольнейший сериал, который состоит из 12 эпизодов. Каждый эпизод включает, как правило, приезд в очередную страну, концерт, околоконцертные какие-то активности, движухи, бэкстейдж, послеконцертный отдых или предконцертную подготовку. Все это очень забавно, интересно, прикольно. Этот сериал можно найти с русскими субтитрами в интернете. Мы очень вдохновлены этим сериалом. Мы хотели бы в рамках нашего Тура 25 лет также создать такой же сериал, и потом, соответственно, значит, его продемонстрировать. Конечно, тоже планируем показать абсолютно всю свою поднагутную. Вот. Ну, в общем, короче говоря, все то, за что нам не будет стыдно перед нашими женами, в этот сериал обязательно войдет. Я помню, как на выпускном Вручили всем фотоальбом Групповые фотки Глаз за глазом были в нем Вот ухмыляются мои друзья Вот с ней мутить пытался я 29 человек Друг за другом в три ряда Я смотрю на эти лица Кто не встал теперь Десять лет назад Десять лет в глаз Кто же выходил в мир Через собственную дверь Кто может знать, что ждет Снаружи нас Ну, признаюсь честно Я отношусь к тем Немногочисленным гражданам России Которых, скорее, тревожит и пугает Это активизация Роль нашей страны на международной арене И которые бы, наверное, предпочли бы жить в стране Которая не аннексирует чужие территории Не влезая в совершенно ненужные кровавые конфликты Совершенно в не касающиеся нас регионах Земли То есть мои ощущения, мои впечатления Прежде всего, наверное, все-таки окрашены Наиболее сильно негативной краской Нежели чем позитивной Радуют меня какие-то, скорее, внутренние дела Мои какие-то аспекты личной жизни и так далее А вот что касается событий, происходящих на международной арене То меня это, конечно, очень сильно коробит, тревожит И даже кое-где приводит в панику Пока не весь календарь, пока не весь календарь Составлен из черных дат Что я могу изменить, что я могу изменить Их нужно остановить, их нужно остановить Не дать пройти до конца Что я могу изменить, что я могу изменить Что дальше пили сердца Пока не весь календарь, пока не весь календарь Составлены черный дар Что я могу изменить, что я могу изменить Чтоб мне было страшно смотреть назад